Я расскажу про женское здоровье и пищеварительную систему, потому что это один из конглобиратов, на которые я обращаю внимание, когда я восстанавливаю женское здоровье. И сейчас у меня прям вот идет это красной нитью. Ну, Юля меня уже представила, да, я занимаюсь и аюрведой, и в официальной медицине. А где штучка? Ах, 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 ах. Как искусство? Вот. Поэтому я хотела начать с такой стих-фразы, что мы все тщательно должны следить за своим здоровьем, и искусство править жизнь — это на самом деле искусство. И нужно не укорачивать ее, а наоборот заниматься всем восстановлением себя. И хочу начать с пищеварения. Это вот такие вот общие картиночки, да, о том, что у нас пищеварительная система, она на самом деле начинается у нас не только, это не только вот наши микробиоты, которые в тонком кишечнике, но мы должны ей помогать. Она, да, она очень хорошо заботится о ней, но если мы ей не будем помогать, то она не будет нам тоже помогать, а будет нашим врагом, а не другом. Поэтому начинайте, помните, что пищеварение начинается у нас в ротовой полости, и что нужно хорошо пережевывать, потому что если мы этого не будем делать, то уже в кишечнике и в желудке этого не происходит, там происходят другие процессы. Вот. И функции, вот опять-таки, на которых я заостряю внимание, это определение вот вкусовых вот этих рецепторов, да, качеств пищи, пережевывания, проглатывания, это все очень важно на самом деле, потому что мы таким образом помогаем нашей системе. И дальше я хочу обратить вот на эту стеночку, которая очень-очень тоненькая, стеночка ЖКТ, она буквально в несколько клеточек, и поэтому нам нужно следить, чтобы эта стеночка у нас была всегда в хорошем состоянии, чтобы она была не рыхлая, эта слизистая, а чтобы была такая мягкая и мало пропускала. Потому что если она начинает у нас пропускать большое количество бактерий, у нас в основном бактерии, вирусы, которые присутствуют и попадают к нам в организм, да, те же, они белкового происхождения, и организм начинает у нас вот такую аутоиммунную процессию, да, против них. Поэтому если у нас все хорошо, если у нас достаточное количество лакта, бифетобактерий, вот наверху можно увидеть, то это все у нас хорошо переваривается, и иммунная система у нас спокойна. Если же у нас вот эта стеночка рыхлая, буквально в одну клеточку, то все это пропускается, и уже эта пища, которая пропускается в большом количестве, которую мы не очень хорошо переживали, она начинает у нас аутоиммунными агентами восполняться. И на нее уже больше вот этих киллеров в клеток ДН-17 на нее провоцируют, ну, свое развитие. Вот. И это, конечно, все вредит нам развитием аутоиммунных заболеваний, потому что неясно, где они найдут следующую жертву. Это может быть наша щитовидная железа, это может быть наши яичники, может быть все, что угодно. И если заглянуть в историю, то еще Гиппократ начал говорить о том, что все болезни начинаются в кишечнике. Потом это все стало открываться, и Антоний Иванович Левенгук, он просто взял на исследование под микроскопом, он открыл, стал отцом микробиологии, открыл просто, когда исследовал, что есть бактерии в налете в ротовой полости. Мечников, наш основоположник, сказал, что смерть начинается в толстой кишке, и у него были очень интересные исследования по этому поводу. Ну и дальше это Флеминг продолжил, который развил антибиотики, но в своей уже речи, когда Нобелевскую премию он получал, он уже сказал, что не нужно обольщаться, и нужно грамотно подходить к этим, к антибиотикам, тому, что я выделил. И в 2008 году у нас был открыт проект в США, вернее, не у нас, микрофлора человека, но и в 2014 году уже связь с кишечником и мозгом стали исследовать. И у нас на самом деле их очень много, наших кишечных бактерий, которые нам помогают жить, да, и он превосходит, и микробиом, как Юля сказала, он наш превосходит, и они нам помогают, конечно, и вырабатывать нейромедиаторы, это серотонин, там, дофамин и различные другие. И также я хочу очень обратить ваше внимание, вот это мы уже проговорили, но на то, что детоксикацию осуществляют и помогают печень, то есть микробиоты считаются второй, второй печенью фактически, да, контроль над иммунными клетками тоже осуществляют, воспаление, да, контролируют, и способствуют сну. Если у нас хорошо работает кишечник, если мы хорошо питаемся, то сон у нас тоже будет крепкий, конечно же, поддерживают гормональное здоровье, потому что помогают убирать вот эти вот отработанные наши гормоны, и преобразование Т4 в Т3, это тоже очень важно. Т4 это один из гормонов щитовидной железы, который образуется, Т3 это второй гормон щитовидной железы. И вот есть, как бы, такое тоже исследование, что серотонин, метаболизм трептофана, это все происходит у нас по действиям кишечных бактерий. Далее хочу обратить внимание, что микробиот еще начинает развитие внутридробно, это уже было доказано и опубликовано, ну вот я прочитала эту информацию, когда готовилась к диссертационному исследованию, наш ученый в книге дисбиоз кишечника, он вот, была там вот эта информация. И я фактически была тогда беременна третьим ребенком, и я начала исследование собственное, потому что, когда первый и второй раз я была беременна, то я принимала пробиотики, но я принимала их ближе, после 30-й недели беременности. Здесь же, начитавшись эту информацию, я начала принимать сразу на 24-й неделе. И микробиота моего третьего ребенка, она, конечно, отличается более таким, ну не то, что разнообразным составом, а больше, меньше было кишечных различных вот этих колик, то есть меньше проблем было со сном и дальше, и иммунитет, конечно, более здоровый, чем у двух предыдущих детей. Меньше мы болеем. Вот, ну и, конечно, Роб Найт, это один из руководителей лаборатории, он говорит, что дети, рожденные с помощью кисеросечения или находящихся на искусственном скормлевании, они попадают в группу повышенного риска. И это действительно так, если раньше Мечников писал, например, вот я сейчас очень его полюбила, его труды, если раньше мы умирали от каких-то инфекционных заболеваний, потому что, слава богу, сейчас у нас есть открытые антибиотики, то сейчас мы больше всяких неинфекционных заболеваний, такие как болезнь Альцгеймера и так далее и тому подобное, и те же аутоиммунные процессы. Ну и Родни Дитер тоже один из основоположников, который исследует человеческий суперорганизм, у него есть такая книга, переведенная на русский язык, он говорит, что микробиоты – это подарок мамы новорожденному, поэтому как вы заботитесь о своей микробиоте, так вы и дарите вот этот вот подарок действительно своему ребенку. И вот дальше можно увидеть, что же микробиота нам может, ну какие вот неполадки в ней, да, это и нарушение сна, конечно, и гипоцидность, и вздутие живота и газа, то есть здесь очень большое количество таких состояний, которых мы идем, конечно, к гастроэнтерологу и получаем новые назначения по тому, как лечить эти симптомы. Но причина вся в микробиоме, и нужно начинать с нее. И вот есть исследование, да, что микробиом помогает нам поглощать питательные вещества, регулировать энергию, поэтому в любом случае нужно регулировать работу этой системы. Что нам мешает? Это, конечно же, избыток непереносимой сахара. Юля говорила, да, о том, что продукты нужно грамотно исключать. Да, но нужно смотреть еще, как бы, на то, какие еще дополнительные у нас есть препараты. И мешают ли они нам, или наоборот помогают. Поэтому я вот в последнее время вообще лекарственные препараты убираю на второй план только при острых показаниях, а остальное все регулирую питание, регулирую все нутрициологическими препаратами. Есть вот у нас дополнительные исследования, да, что вот ингибиторы протонного насоса, которые нам назначают, когда у нас есть там различные, и эридикация, когда против хеликобактер пилори происходит, и когда у нас, например, происходит изжога, там какая-то еще у нас назначают это, но это способствует ухудшению состояния микробиота и ее разрастанию, когда она будет нам как раз-таки не товарищем, а врагом. Если окунуться в сахар, в сахар у нас тоже и продукты с высоким гликемическим индексом, они у нас приносят большое количество воспаления в наш организм и защищаются условно-патогенные флоры таким образом, когда она к своей стенке прикрепляет сахар, когда жировой компонент прикрепляется к сахару, и они вот таким образом защищаются, они могут быть разрушены. И если посмотреть в тот же анализ Осипова, то он пишет там эндотоксины. Эндотоксины это и есть липополисахариды, и показано, какое количество у вас эндотоксинов и как от них защищаться, в любом случае улучшать работу нашего микробиота. И вот есть исследования, которые тоже подтверждают, что кишечный микробиот, она связана с воспалением, и если у нас плохая микробиота, то воспаление у нас, конечно, будет на первом месте. Протекающий кишечник, очень такое большое количество публикаций можно увидеть из зарубежных исследований, но, к сожалению, наша официальная медицина не так ярко обращает на это внимание, для нее фактически этого диагноза не существует. Но уже доказано, что есть связь с аутоиммунными заболеваниями. Вот и второе исследование. И также проведено было исследование, Эрон Сегал проводил и опубликовал в журнале «Натуры», где грызунам было исследовано, как работают подсластители различные, и было доказано, что если вы будете их принимать, то вы потом потеряете способность переваривать сахара. Поэтому я считаю, что в данном случае лучше по чуть-чуть использовать сахара природные, но не переходить на сахарозаменители. Потому что организм их не чувствует, он не может выделять на них, он не способен переваривать, он не чувствует калорий, и у нас не повышаются гормоны ни грелин, ни лептин на них. С фруктозой тоже нужно быть осторожнее, потому что, например, если сейчас вы будете употреблять на завтрак те же фрукты, то они вас будут охлаждать. И фрукты будут приносить больше вреда и скопление слизи, чем будут улучшать. Фрукты можно безболезненно употреблять в летний сезон, а в остальные сезоны только по сезонному употреблению. Ну и не превышать ваши ладошки, чтобы они не большой количество, потому что это может быть опять-таки сторонние вот такие продукты, как метан, водород, углекислый газ, которые не очень хороши для микробиота. Она ими питается, но большое количество ей тоже не нужно. Ну и вот также доктор Килли Каванаха пишет о том, что большое количество фруктозы на 30% проницаемость стенки устанавливает, увеличивает. Ну, Глютен и Глиодилин, это уже набило оском, но я не буду останавливаться, но тем не менее, да, это тоже разрушает нашу кишечную стенку и именно белок зонулин, который у нас скрепляет вот эти наши клеточки. Лектины, да, которые встречаются в бобовых, орехах, послевновых, молочных продуктах, тоже могут увеличивать вот эту пищевую непереносимость и увеличивать иммуноглобулины и МНЖ, поэтому здесь тоже нужно быть. И более того, они могут отрицательно действовать на слизистую, в том числе мочевого пузыря и вызывать интерстициальный цистит, то есть как бы скрываться. Ну, вот про антибиотики я уже сказала, да, и ВОЗ тоже предупреждает, чтобы у нас не было антибиотиковой зимы, когда большая резистентность микробов и ничего не помогает. Контрацептивы тоже, которые назначают и налево, и направо, тоже вызывают большое количество у нас отрицательных последствий, это уже доказано. Дальше, вот, пожалуйста, развитие воспаления в кишечнике, оно изменяет производство гормонов и нарушает именно производство прогестерона и дефицит литейновой фазы. То есть Ваша вторая фаза цикла, она будет меньше, чем первая, и это будет способствовать укорочению цикла. То есть он будет 23-24 дня, а не 28-30, как это должно быть. Ну, это вот тоже связь, есть гипотириозы, если есть какие-то изменения в щитовидной железе, то это будет тоже отражаться на кишечной стенке. Здесь вот графически представлено, да, что если нарушение микробиоты происходит, то у нас большой конгломерат вот таких проблем встречается. И с фертильностью, и с недостатком различных витаминов, минералов, да, и каскаду воспалительных реакций, поэтому нужно беречь свои микробиоты, и это будет основой для всего организма в целом. Ну, это я взяла картинку из Аюрведы. Когда я стала ее исследовать, то, вернее, изучать, да, вот Борис Владимирович еще не подошел, а мой учитель в Аюрведе, да, и здесь вот все конкретно показывается, что именно в пищеварительном тракте происходит подготовка веществ для того, чтобы образовались у нас ткани. И сначала у нас образуется плазма, кровь, да, мышцы, жир, ости, нервная система, а потом только репродуктивная система. И поэтому, если есть какие-то неполадки в одной из этих систем, то только восстановив одну из этих систем, мы можем подойти плавно к восстановлению нашей репродуктивной функции. Ну, и вот это вот наш цикл. Если наш цикл происходит, вот здесь вот нормальный цикл, да, когда все хорошо, когда эстрадиол у нас повышается ближе к окумуляции, когда он стимулирует повышение фолликул, стимулирующего гормонов в гипофизе. Если же у нас некорректно работают микробиоты, пищеварительная система, то у нас в середине фолликулярной фазы уже начинает повышаться эстрадиол, и это говорит об эстрогенодоминировании. И это будет стимулировать выработку фолликул, стимулирующего гормона. И растущие фолликулы, да, у нас тогда они будут, но они будут у нас не такие зрелые, как когда у нас вот все хорошо и на 14-й день овуляции растет этот эстрадиол. Ну и лютеиновая фаза сама собой будет меньше. Вот, поэтому здесь на это тоже нужно обращать внимание. И если у нас происходит избыток этих эстрогенов, то риск развития миомоматки и различных заболеваний у нас, конечно, тоже увеличивается. Поэтому над этим нужно, конечно, грамотно работать. И также может быть снижение функций щитовидной железы. То есть все взаимосвязано. Ну, кандиду я не буду на ней останавливаться, но тем не менее она тоже у нас дает вот такие вот не очень хорошие результаты для нашей женской системы. И более того, если будет дисбаланс, то это будет снижать, да, препятствие защиту от других инфекций и препятствовать приныкновение спермы в мату. Симптомы тоже на них не буду останавливаться. Но они огромные, да, характера. И диагностика. Диагностика у нас может быть классический бактериальный метод. Это когда пассив происходит. У нас может быть метод масс-экстрометрии микробных маркеров. И у нас может быть генетический метод 16СРНК, который немножко упоминала Юля, который в атласе делается. Но когда я стала работать именно методом масс-экстрометрии и исследовать все в дальнейшей публикации, то этот метод для меня оказался более основополагающим. Почему? Потому что смотрите, вот здесь профессор Осипов, основоположник этого метода, мой учитель, он делал корреляцию. Брал биоптат 12-перстной кишки и брал, вернее, просто тонкой кишки, и брал кровь. И сравнивал, какое количество бактерий есть в крови и какое количество есть в биоптате. И если мы посмотрим на столбики, то они фактически одинаковые. Ну, есть как бы изменения, но они не такие существенные. И поэтому он сделал вывод, что можно исследовать кровь для того, чтобы определять, какое количество соотношений кишечной микробиоты именно в тонкой кишке. Потому что тонкая кишка у нас обладает большим количеством запаса, да. Там есть просветные микробиоты. А в толстой кишке, когда мы исследуем, и когда мы исследуем фекалии главным образом, то там у нас идет полостная микробиота, которая не такая уже полноценная. И вот это, по данным маскоптометрии, микробиота, который находится у нас в тонком кишечнике, и какое ее обильное количество. И именно если мы смотрим микробиоты в тонком кишечнике, то это показывает, как наш организм взаимодействует, симбиоз вот именно этого организма и этой микробиоты. Если мы же смотрим в фекалиях, то здесь их гораздо меньше. Вот, пожалуйста, фекалии. Там представлено совершенно разное количество, да. Про пионы бактерий здесь меньше по сравнению с тем, как в толщей кишке меньше. Здесь, наоборот, больше лактобактерий, а в толщей кишке лактобактерий не так много. И то есть вот эти различия, они могут показать, какие изменения на самом деле у нас в организме. И как с ними бороться. Потому что если мы увидим, например, здесь будет лактобактерий больше, то мы не будем применять этот класс для восстановления нашей микробиоты. А на самом деле в толщей кишке его может быть оказаться меньше. И поэтому вот этот диссонанс может ввести нас в другие методы восстановления. Вот. Ну и также профессор Осипов говорит, что непонятно еще, конечно, кто хозяин. Но тем не менее, можно грамотно определить это. Стресс очень отрицательно влияет на наш организм. И профессор Осипов, он посмотрел, когда работал в склифосовском, он посмотрел, как именно, когда травмы какие-то, это стресс и септический вот этот шок, как отрицательно влияет именно на наши бактерии. Да, действительно, когда мы стрессуем, то повышенное количество, то микробиоты просто замирают фактически. Гистамин. На гистамин тоже хочу обратить внимание, потому что очень часто это продукты, где мы можем его также встретить, потому что очень часто женщины во время овуляции, они испытывают не очень хорошие симптомы. Ну вот такого характера, да, как заложенность носа, бессонница, они приходят и говорят, а что мне делать с этим? А очень, если вот сюда посмотреть, то мы можем увидеть, что может провоцировать, да, и гистамин, он у нас может немножко с себя, ну как бы, эстрогенодоминирование может быть под маской гистамина. Вот, потому что доминирование эстрогена повышает производство гистамин и болезни гистамина. И таким образом мы можем немножко запутаться, что же у нас есть. У нас овуляция идет, у нас избыток эстрогенов, или у нас гистамин доминирование. И здесь, конечно, нужно обратить внимание, если мы будем применять антигистаминные препараты, то мы будем скрывать симптомы. И организм будет терять способность справлять эти балансы. Поэтому нужно подходить грамотно, нужно убирать продукты, которые полноценны вот этим гистамином, чтобы у нас этого не было хотя бы на период и способствовать восстановлению нашей микрофлоры, чтобы организм уже как бы грамотно сам выходил из этой ситуации. Ну и также здесь можно увидеть, что различные лекарственные препараты тоже будут скрываться под этой маской и ухудшать это состояние. Что же вообще делать? Хотя бы 3 недели нужно убрать. Если у нас есть какие-то изменения с женской системой гормональной, если у нас изменения есть, ну вот в уволеации вот такие симптомы, мы все-таки нужно убрать на 3 недели глютен, содержащие из лаки. Бобовые, семена, пасленовые, молочные яйца. И потом постепенно вводить и смотреть на что же у нас больше реакция. Но вместе с этим улучшать состояние вообще своего организма. Добавить куркуму, имбирь, потому что это будет снимать воспаление, усиливать пристальтику. Басвелия, очень хорошее растение. Омега-3, потому что это будет защищать кишечную стенку. Нак, который будет выводить слизь, который избыток может быть при этом в состоянии. Клетчатка обязательно нужна. Это могут быть тушеные овощи, потому что если это будут необработанные овощи, то может увеличиваться количество газообразования, так как овощи вообще избыток воздуха могут давать. И обратить внимание на водоросли, потому что водоросли могут быть хилатированным агентом и понижать адгезию, то есть прикрепление условно патогенной флоры, которые будут отрицательными к стенке кишечника и способствовать их выведению. Ну и конечно же овощные соки здесь можно использовать, пробиотики, системную эндимотерапию. Ну и работать со стрессом, увеличивать адаптацию и дополнительно применять различные травы для этого. Натуральные антигистаминные, да, это крапива, бузина, зеленый чай можно использовать. И вот все вот натуральными методами можно, конечно, восстановить. Для увеличения аж хлор, когда у нас гипооцитность присутствует и уменьшение вздутия в животе, мы можем применять тоже природные средства, это адванчик, щавель и горячатка желтая. Ну и вот я дальше хотела опять-таки поделиться исследованием, что вот пробиотические добавки, например, есть исследования, улучшают состояние у женщин с синдромом поликистозных яичников, да, и помогают женщине восстановить, причем снижая, способствуют потере веса, снижать количество гликемических глюкоз, в общем, и профилилипидов. Ну что же еще добавить нужно? Очень важен витамин D и для иммунной функции, и его очень любят наши кишечные бактерии тоже, цинк помогает в работе иммунитета, да, цинк также помогает в протоколах и для работы с миомой матки я использую тоже, цинк, селен очень важен, ну и, конечно, йод, потому что он участвует синтези эстрогенов, влияет на различные даже дальнейшие наши органы. Ну и вот дополнительные исследования, что витамин D помогает иммунной системе, да, селен влияет также, йод, и йод нам не опасен, если мы его используем в виде молекулярного йода, который мы берем из водорослей, то есть не тот, который у нас йодомарин, а тот, который берем из водорослей и под прикрытием селена. Дальше вот еще обратить внимание на дефициты обязательно, потому что если у нас возникает нарушение с пищеварением, и у нас нарушают, у нас могут развиваться дефициты. И обязательно на это тоже нужно обращать внимание, чтобы наш организм не бедствовал. Хочу вас поблагодарить за это.